Слово По земле засиял небосвод голубой А потом Появились растения, звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, ребята! Сейчас лето И многие из вас, наверное, переехали Из города в деревню Там, конечно, хорошо Можно поплавать в речке, позагорать Полакомиться ягодами Но комары и крапива Это сущее наказание А чтобы крапива И прочие сорняки не разрастались По саду и в них не разводились Комары, нужно не лениться И почаще пропалывать грядки Вот одну девочку Мама попросила этим заняться А та поленилась И знаете, что произошло? А вот послушайте сказку Писательницы Розы Хуснудиновой Которая называется Крапивная тетушка Однажды Мама попросила девочку Асю Прополоть грядку с маргаритками И полить из лейки ирисы на клумбе Но Ася ответила ей, зевая Не хочу Мне жарко Но тогда К нам придет крапивная тетушка Помнишь, твоя бабушка часто говорила Что если не следить за садом Не выпалывать сорняки То скоро В сад придет жить Крапивная тетушка Ну и пусть приходит Ася Забралась ногами в гамак Устроилась поудобнее И закрыла глаза Где-то над ухом Пролетел шмель Потом стало совсем тихо Вдруг Рядом с Асей Раздался шелестящий голосок Здравствуй, деточка Ты меня звала? Вот я и здесь Ася Открыла глаза У изгороди Где росла крапива Лопухи и репейник Стояла маленькая старушка В пышном зеленом платье С накидкой на плечах На голове у нее была шляпка Из крапивных листочков А лицо ее Было серебристо-серым Точь в точках Оборотная сторона Крапивного листа Ася осторожно поинтересовалась Кто вы, бабушка? Как кто? Крапивная тетушка Ну-ка, показывай скорее Ваш садик Что тут у вас растет Ася с гордостью Начала рассказывать Тут у нас маргаритки Тут ирисы Только я не успела Их еще полить Там флоксы А за яблони посажены лилии Их еще называют Царскими кудрями Нет Это никуда не годится Вместо маргариток Посадим лебеду Вдоль изгороди У нас будет расти Куриная слепота У калитки Оставим место репейнику Чтобы непрошлых гостей Колючками цеплять Где останется свободное место Там вырастет бурьян Что-то я еще забыла Ах да Еще нужно оставить место Для моей родственницы Болотной крапивы Хотя надо признаться Что ее цветочки Гораздо мельче, чем у меня Постой Что это там темнеет? Это наш дом Ну что ж Здесь дело для вьюнка Пускай обвивает дом так Чтоб его видно не было На крыше вырастет мох Половицы на крыльце Совсем рассохлись Там трава быстро вырастет С этими словами Крапивная тетушка Вынула из кармана Кончик вьюнка И бросила его В сторону дома Вьюнок быстро Дополз до стены И начал стремительно Обвивать ее Да так быстро Что скоро исчезли И окна И дверь Кругом был сплошной вьюнок Ася уже не на шутку Испугалась Стойте! А кто же будет жить Среди всей этой травы? Как кто? Комары-комарики Они любят жить в тенечке Еще будут жить Дождевые червяки Шуги И паучки Будут прыгать лягушки Вот красота-то будет! И старушка Стала обходить вдоль изгороди сад Взмахивая руками И приговаривая Отворяйте ворота Идет в гости лебеда! Там, где проходила Крапивная тетушка Из земли Стали быстро подниматься Сочные стебли лебеды Старушка подошла к калитке Взмахнула рукой И забормотала Ты, репейник, не зевай Всех колючками цепляй! И тут же над тропинкой Появился большущий репейник Уже с колючками Но гуще всех И быстрее всех В саду вырастала крапива Ее пышные кусты Поднялись уже выше Асиной головы И закрыли с собой все небо Что же делать? Неужели я больше никогда-никогда Не увижу маму и папу? И наш садик Уже никогда не будет прежним Вдруг Раздался звонкий Залибистый лай Ася открыла глаза Возле нее Стоял и вилял хвостиком Соседский щенок Тошка Ася оглянулась Сад был весь залит Ярким полуденным солнцем В его лучах Весело пестрели маргаритки Нежно светились ирисы Яблоня зеленела густыми ветвями А у изгороди Поднимались из земли лилии И только в одном углу Зеленел маленький островок крапивы Так это все мне приснилось И никакой крапивной тетушки Здесь не было Обрадовалась Ася И побежала скорее полоть грядки И поливать ирисы Чтобы никогда-никогда больше Крапивная тетушка Не пришла в их замечательный сад Вот такая сказка Надеюсь, друзья, что в ваши садики Крапивная тетушка обходит стороной Ведь вы, конечно, не ленитесь И пропалывайте грядки Хорошего вам лета, друзья Ангела вам, хранителя Крапивная тетушка Крапивная тетушка Крапивная тетушка Крапивная тетушка